Ты мой лучший парень. It Takes Two Этот очаровательный 3D-платформер вышел в самом начале года, но мы его не забыли. It Takes Two – новое кооперативное приключение от Hazelight Studios и создателей игры A Way Out 2018 года. Игра рассказывает о проблемном браке Мэй и Коди. Они превращаются в крошечных волшебных кукол из-за того, что их дочь произносит заклинания, чтобы те снова были вместе. Смогут ли Коди и Мэй разрулить разногласия и спасти свой брак? Или пойдут в разные стороны? Чтобы узнать это, вам придется сыграть в игру, где самые безобидные бытовые предметы, например, пылесос, превращаются в чудовищные босс-файты. Номер 9. New Pokemon Snap У многих есть приятное воспоминание об оригинальной Pokemon Snap 1999 года. И, наконец, Nintendo решила продолжить эту популярную классику обновленной версией для Switch. Вам предстоит отправиться в регион Лентал со своей верной камерой, чтобы сфотографировать как можно больше покемонов. Как и в оригинале, это редкая возможность поглазеть на жизнь покемонов в дикой природе и чем они там занимаются вне покебола или битв. Теперь впервые за 20 лет можно сфотографировать новых покемонов, которых не было в оригинале. Номер 8. Ratchet & Clank Rift Apart Игра Rift Apart стала яркой демонстрацией возможностей PS5 и сразу хвастается своей основной фишкой – мгновенными прыжками по измерениям. И они появляются на протяжении всей игры. Такой бесшовный геймплей в нынешнем поколении консолей был невозможен до появления твердотельных накопителей. И Insomniac успешно воспользовалась преимуществами этой технологии. Нас познакомили с новой героиней Rivet, которую озвучила потрясающая Дженнифер Хейл, и Lombaxam. У Rift Apart есть еще кое-что, кроме технического совершенства. Это насыщенная экшеном приключенческая игра, в которой полно бомбических декораций и удивительного оружия. Номер 7. Hitman 3 Перезагрузка Hitman – это успех. Но третья и последняя игра из этой серии – лучшая. В ней самые глубокие и сложные этапы убийств и несколько уникальных уровней. Главным из них является Берлинский этап. Там агенту 47 нужно расправиться с кучей потенциальных наемников на заброшенной фабрике, превращенной в ночной клуб. Ну и куда же без загадочного убийства в старинном доме в сельской Англии. Да и мы наконец-то получили долгожданные сюжетные ответы. Кто нанял 47-го и чего они хотели добиться таким количеством убийств? Номер 6. Psychonauts 2 После долгого перерыва под громкие аплодисменты вышло продолжение этой культовой классики 2005-го года. Игра все еще несет в себе фишки оригинала, включая платформинг, который не всегда доставляет. А вот все остальное в Psychonauts 2 блестяще. Она продолжает сюжет и расширяет историю во всех отношениях, как того хотели бы фанаты. Не говоря уже о возвращении фирменного стиля, которым славится Тим Шафер. Вы пройдете через психоделический мозг в стиле 1960-х, чтобы снова собрать банду. Еще будете соревноваться на огромном кулинарном поединке, чтобы угодить всемогущим куклам-животным. И погрузитесь в разум королевского наследника в бегах. Здесь невозможно провести время не с кайфом. Номер 5. Monster Hunter Rise Редко встретишь графически впечатляющую игру на Nintendo Switch, не от Nintendo. Но Monster Hunter Rise — это именно то, что нужно. Весь геймплей игры перенесли на Switch, и это лучшее во всей франшизе. Здесь вас ждут бесконечные, веселые охоты, которые стали еще лучше благодаря вайрбак с быстрой и плавной механикой перемещения. Это реально помогает Rise встать на ноги. Еще больше монстров, больше выбора и ресурсов для сбора, и все это в самой доступной обертке. Неспроста новые геймеры залетают на охоту каждый день. Номер 4. Deathloop Для рогаликов это были интересные несколько лет, и Deathloop стала отличным украшением жанра. Она определенно мягче своих современников и вознаграждает ваше время и усилия множеством отличных миссий по убийству. Суть такая. Вы играете за Кольта, бывшего начальника службы безопасности острова Черный Риф. Он попал в петлю времени по приказу восьми лидеров видящих. Все переживают петлю и хотят сохранить ее. Все, кроме Кольта, ведь она делает их бессмертными. Добавьте сюда одну из лучших злодеек Джулианну, и вы великолепно проведете время, если у вас чешутся пальцы или вы любите стелс. Номер 3. Forza Horizon 5 Флагманская гоночная франшиза Microsoft наконец-то дебютировала на Xbox Series S и X в 2021 году. Конечно же, вышла на консолях последнего поколения и ПК. Снова серия стала эталоном графона при стабильных 60 кадрах в секунду в режиме производительности. На этот раз мы окажемся в пропитанной солнцем Мексике с кучей разблокируемых тачек и проедем по зонам от глубинных джунглей до пустынных равнин. Под серия Horizon более аркадная, поэтому она легка и увлекательна для людей с любым уровнем подготовки. Forza Horizon 5 доставит вам удовольствие. И неважно, вы завзятый автогонщик или коллекционер, или же просто любитель острых ощущений в поисках веселухи. Номер 2. Metroid Dread Мы до сих пор не знаем, когда ждать Metroid Prime 4, но Metroid Dread определенно поможет скоротать ожидания. Это невероятный камбэк франшизы и совершенно новый взгляд на такой любимый и знакомый классический геймплей. Конечно, эта игра не для слабонервных. Тут много по-хорошему сложных боссов, и после победы вы действительно почувствуете себя охотником за головами S-класса. Samus наконец-то возглавляет флагманскую игру для Nintendo Switch, и просто невозможно поверить, что это заняло у них столько времени. Ну и перед тем, как мы перейдем к нашему номеру 1, вот еще несколько достойных упоминаний. Knockout City. Солидная многопользовательская игра, интересная для всех возрастов. Returnal. Первый большой эксклюзив года на PS5 перевел рогалики в новое поколение. WarioWare Get It Together. Nintendo снова вернулась в строй с выдающейся игрой для вечеринок. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. Resident Evil Village Resident Evil Village крутая часть давней и знаменитой франшизы Capcom, и она оказалась лучше, чем все думали. Игра немного вернулась к экшену прошлых лет и не скупилась на ужасы. Тут целая плеяда весьма запоминающихся злодеев, и вы точно знаете, о ком идет речь. Village постоянно открывает себя заново, с каждым новым членом круга матери Миранды. В Resident Evil Village выдающийся геймплей, напряженные погони и роскошная графика, заставляющая покраснеть Naughty Dog. Эта игра однозначно стала нашей любимой игрой года. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе! Субтитры сделал DimaTorzok